Бизнес. Экономика. История. Культура. Через призму более 15 лет жизни в Поднебесной. Китай с Евгением Колесовым. Всем привет! Сегодня мы с вами совершим экскурсию на самый крупный в мире рынок нефрита, который находится здесь, в Гуанчжоу. Это огромная территория, разбитая такими улочками. Вот у меня за спиной центральный, как считается, вход. По вот этим старым воротам особо и не поймешь, что это такое. Давайте мы с вами спустимся и посмотрим самый, повторяю, большой рынок нефрита в мире. Давайте посмотрим. Китай страна контрастов. Здесь большое граничит с малым, богатое с бедным, великое с ничтожным. Китай нужно чувствовать, нужно понимать. Миллионеры, которые продают нефрит на этом рынке, живут в трущобах. В одном из самых старых районов Гуанчжоу здесь сушится их белье, висит одежда. Здесь они воспитывают детей. Здесь они живут. Здесь есть самый настоящий Китай. Многие китаисты, с которыми я встречался, рассказывали не раз. Которые прожили по 20-30 лет в Китае. Они говорили о том, что они лишь прикоснулись к этой стране. Я им верю. Я им верю. Вот мы входим в самый большой, богатый район Гуанчжоу, рынок этого нефрита. Видите? Здесь начинается богатство. Здесь та самая граница бедности, богатства. Здесь граница аутентичного Китая с Китаем современным. с Китаем, который нужно постигать, понимать, который безбрежен. Китайцам, когда задаешь вопрос, почему так много, спрашивая про нефрит, они отвечают, потому что людей много. В общем-то, все логично. Нефрит, мономинеральный агрегат, испутанно волокнистых амфиболов, тремолиток, аналитового ряда с характерной структурой. Гораздо более прочный, чем соединение арагонита и канхиолина. В простонародье жемчуга. Нет, не пугайтесь, это будет не научная экскурсия. Я вспомнил, как 8 лет назад я участвовал в мировом форуме геологов и переводил российским и китайским профессорам и докторам наук. Это был очень сложный перевод, приходилось все вызубрить от сих до сих, мало чего понимая, нужно было просто переводить. И сейчас я эту фразу применил второй раз в жизни. Нефрит, национальный камень Китая, камень космической силы, камень энергии, камень императора, правителя, самого главного на китайской земле человека. Нефрит, между прочим, по прочности крепче, чем некоторые хорошие сорта стали. Его цвет, видите, здесь огромное многообразие. Вот мы выбрали один лоток, здесь за моей спиной, рядом, слева, справа, очень много. Только здесь масса оттенков, начиная там от белого, с черными вкраплениями, зелеными, светло-зелеными. Цвет нефрита зависит от состава железа в нем и состава марганца и хрома. Этот рынок является не только самым крупным в мире, но и самым богатым. В том плане, что здесь такое сконцентрировано количество нефрита, и его такая заоблачная стоимость, что это место держит одна из самых сильнейших триад Гонконга. Кстати, о триадах смотрите наше предыдущее видео. Мы присели возле одной из десятков тысяч ловчонок поговорить о цветовой гамме нефрита. На сегодняшний день существует и зеленый, черный, белый нефрит. Но самые ценные это нефрит синий, вот такого цвета, и красный. Это самые дорогие сорта нефрита. Но здесь вы понимаете, что ничего общего с настоящими не имеет нефрит. Это уже здесь подделки. Все идут больше стекло, нежели настоящие минералы. Вот видите, какая цветовая гамма здесь. Вот эти вот обручи, да, вот эти вот, как они, браслеты называются, да, правильнее. Они разноцветные, красивые, но они настоящие. Они стоят 10-15 юаней, их можно здесь ведрами покупать. Поэтому ценность нефрита в Китае, она имеет давние корни. Есть даже такая посовица, уандиньо-я, и уя. Золото имеет цену, а нефрит бесценен. Это во многом говорит о культуре и отношении китайцев к нефриту. В этой лавке представлены крупные скульптуры, драконы, разные фениксы, львы. Все они сделаны из тушанского нефрита, который добывается в провинции Хэнань. Ту как тули, независимый шань как гора, тушань, независимая гора. Его добывается очень много, он легко обрабатывается, стоит недорого. Поэтому все крупные изделия и поделки делаются как раз из него. Вот они здесь все представлены. Здесь же на таком рынке представлены разные магазинчики, где есть будды, разные всадники, защищающие рай и так далее, императорские ворота. Кстати, вот эти будды кажутся большими. Но самая крупная статуя будды находится в провинции Ляунин, в городе Лошань, по-моему. Ее высота 7 или 8 метров, ширина метров тоже 7. Она высечена из цельного нефритового камня, вес которого 261 тонна. Нашли ее в 1960 году, а вывезти смогли только в 1992 году. Это была целая эпопея. Были привлечены трактора, 4 или 5 танков, около 300 рабочих. И затем каменотесы пекинской ремесленной концессии в составе 200 или 300 человек, что-то такие цифры, обрабатывали в течение двух лет этот камень. И теперь это самая большая будда, глыба будды в мире. Это очень интересно. И вот здесь китайцы это очень любят. Здесь, посмотрите, представлю, насколько много разных моментов. Вот здесь, кстати, написано, Тинжи Файжао нельзя снимать. Вот, пожалуйста, зафиксируйте. Но хозяин любезно согласился разрешить нам сделать маленькую зарисовочку здесь. Китайцы делают из нефрита всевозможные вещи, начиная вот от таких пластинок, мудштуков, тыквочек вот таких вот, массажных штук. Нефрит это же камень жизни. Его помассировал в месте, где болит, ноет что-нибудь, и все, и боль улетучивается. Такие вот поверья. Печати делаются, видите, из таких вот выточенных штук. Кстати, государственная печать Китая сделана как раз тоже из нефрита. Вот такие изделия, например, Будды, или когда здесь изображены персики, например, это все имеет символизм. Персики – это признак долголетия, пожелания долголетия. Мандаринки дарятся, как правило, молодоженам. Это символ сексуальной любви. Даосские практики, кстати, основаны тоже на этом, на вот таких вот мандариновых делах. Например, летучая мышь, если вам подарили. Помните, кстати, у нас у военной разведки ГРУ, ребят, на шевронах, военная разведка, летучая мышь. Здесь, в Китае, это символ благословления и удачи. Я думаю, что военной разведке удача не помешает. Я не знаю семантику нашей летучей мыши, но вот такое имеет место быть. Лотос – признак чистоты. В Китае есть такая пословица, когда дарят обычно медальончик с лотосом, говорят, значит, каждый шаг рождает цветок лотоса. Это говорит, значит, пожелание нравственности, благополучия человеку, успеха. Значит, символ оленя. У нас был один комичный случай на переговорах. Китаец подарил нашему бизнесмену российскому такой маленький оберег с оленем. И наш мужчина, в общем-то, в годах сидевший, был удивлен. Он начал кричать, это я олень, это меня принимают здесь за оленя, я ему сейчас оленя покажу. Человек не знал символизма. Судя по всему, не был готов к таким вот моментам. И благо, мне удалось его успокоить, перевести, я был на переговорах. Я ему объяснил, что олень в Китае – это признак высокого рода. Это огромная честь получить такой медальон. Тогда только человек успокоился. Поэтому, когда вам дарят какие-то медальончики из нефрита, вы узнаете, что они, значит, символизируют. Это может быть очень важным и полезным моментом. Все имеет свой смысл. Здесь живая такая деятельность идет, время обеда. Мы кому-то здесь отвлекаем. Ланхенский «Голубые поля» нефрит. Он занимает примерно среднюю строчку в рейтинге нефрита в Китае. Вот такое изделие, вот можно посмотреть, да, такой вот амулет небольшой в серебряном обрамлении. Стоит здесь 2 тысячи долларов. Представляете, да? Мы можем сейчас спросить еще какие-то стоимости. Вот такая вот печаточка, видите, мужская, с красивым таким нефритом. 38 тысяч юаней. Юань у нас идет к курсу 1 доллар 6 юаней. Вот здесь мы получаем примерно с вами сумму в 6,5 тысяч долларов. Вот такой перстенек. А теперь я попрошу вас покрупнее. Снимите, пожалуйста, здесь весь такой нефрит. Вот видите, сколько их здесь. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снимем, восемь, девять, десять, один, с двенадцать, тринадцать. Тринадцать умножаем на семь. И мы с вами получаем среднее изделие. Стоит 3-4 тысячи долларов. Представляете, вот этот вот лоток стоимостью 150 тысяч долларов, да? Буквально несколько метров мы прошли. И вот здесь другой лоток с потрясающим нефритом синьцианским. Здесь есть и фениксы. Символ процветания. Вот такая брошь. Пожалуйста, посмотрите. Оригинально очень сделано. Здесь розовый нефрит, зеленый, бриллианты, золотое обрамление. Чего есть? А я вот тоже у тебя. Вот я спрашиваю у продавца, сколько это стоит изделие. Вот такое вот небольшое. Оно стоит 25 тысяч юаней. Это 4 тысячи долларов. Ну, давайте посмотрим что-нибудь более серьезное. Вот такой Будо. Посмотрите, какой красивый. Какое изделие шикарное. Вот видите, это все бриллиантовая обработка. Это все... Чего я вот? Давайте. Давайте спросим. Вот нам показывают. Я спрашиваю, сколько это стоит. Продавец задумался. Показывает калькулятор. 850 тысяч юаней. 150 тысяч долларов, господа. Вот такое изделие здесь. Снимите, пожалуйста, крупным планом этого дельца, этого бизнесмена. Видите? Вот на вот этом лотке. Там мы с вами один лоток видели за 150 тысяч долларов. А здесь одно изделие столько стоит. Если мы будем спрашивать остальные, они будут порядком 30-40 тысяч долларов. То есть здесь у нас с вами 2 миллиона. Вот на таком, сколько, квадратном? 1,5 квадратных метра, 2 миллиона. Ну, побочительные цифры. Китайцы очень богатеют. И символизм вот неподкупным чиновникам как раз и дарят. Нефрит, камень неподкупности. Вот такое брошь, такое или такого Будда за 150 тысяч долларов. В общем-то, это не взятка. Это уважение. Вот сейчас время обеда, и наш товарищ, который продает здесь 2 миллиона своих, на лотке держит, пойдет кушать. Вот приехал, пожалуйста, к миллионерам. К миллионерам приехала поливая, так сказать, кухня. Смотрите, какая еда. Подойдите, пожалуйста. Вкусная трапка. Видите? Рыбка. Чумы, сейчас цык елтлафия. Цык елтлафия. Это 10 юаней. Видите? Еда. Полтора доллара. Миллионеры кушают вот так вот в хафанах, в белых пластиковых коробках еду. Это тоже очень примечательно. Видите? Богатые китайцы, они все равно остаются китайцами. Экономия, простота, аскетизм, я бы даже сказал. Вот он присутствует. Посмотрите нас вот на этой улице. Вот снимите, да? Вот они ездят здесь и все кушают. Вот такой интересный контраст. Богатый миллионный Китай кушает двудолларовую еду. Кстати, интересный момент, что на летних Олимпийских играх 2008 года золотые медали были инкрустированы нефритом. В одной из антикварных лавок, которых на этом рынке множество, среди вас, бут, бус, статуй, мы нашли даосский фалос, знаменитые сексуальные даосские практики. Этой штукенции больше 200 лет. Стоит это 250 тысяч юаней, 1045 долларов. Китайцы говорят, что каким-то чудесным образом вот этот даосский фалос увеличивает мужскую силу в несколько раз. Как не отвечают на этот вопрос? Ну, Китай, страна загадок. Боюсь его как-то трогать, где он побывал за эти свои сотни лет. До середины 19 века в Россию нефрит поставлялся из Китая. А после того, как обычный иркутский учитель Николай Щукин нашел на больших саянах валуны нефрита, Петергофская гравильная фабрика начала закупать отечественный нефрит. На мировых выставках в Лондоне в 1862 году и в Париже в 1867 работы нашей фабрики были высоко оценены экспертами. На сегодняшний день мировые объемы добычи нефрита составляют около 1000 тонн в год. Россия здесь слабый игрок, хотя потенциально объемы добычи нефрита в той же Бурятии на уровне 200 тонн в год. Но она не добывается. Хотя экономический момент, что добыча одного килограмма в Бурятии стоит 2 доллара. Тогда как на внешних рынках он уже уходит по 10-15 долларов за килограмм. Почему не добывается риторический вопрос, а то здесь, то там на таможенных постах наши таможенные органы вскрывают контрабанду из России в Китай. Вот так и получается, что свой нефрит контрабандой везем в Китай, а затем уже изделия поставляем из Китая. Почему так происходит, я не знаю. Нефрит в Китае это не только украшения, но и панацея от всех болезней. Лечили все, начиная от душевных расстройств и заканчивая какими-то физическими болезнями. Пойдемте. Вот в таких вот современных аптеках наряду с европейскими и современными лекарствами всегда есть отдел, где представлена традиционная китайская медицина. По-китайски джууяо. Здесь вот в таких вот ящичках находятся разные порошки. Здесь морской конек, здесь женьшень, оралия манжуйская, эллиутерокок, лимонник. А вот там чуть дальше в ящиках нефритовый порошок. В древности считалось, что если мертвому засыпать в рот немного нефритового порошка или положить кусочек нефрита, через некоторое время он оживет. Нефрит это камень жизни в Китае. Поэтому ему уделяли такое большое внимание, в том числе и в китайской традиционной медицине. Посмотрите, как это здесь представлено. Великий Конфуций, оценивая человека, говорил, его мораль чиста как нефрит. Этот национальный камень действительно очень тесно связан с философией, культурой, литературой Китая. Кстати, в одном из четырех классических романов китайских «Хунлоумэн» «Сон в красном тереме» главного героя звали Пау Юй, драгоценный нефрит. С нефритом связано очень много пословиц и даже тостов. Например, когда вы будете встречаться с своими деловыми партнерами в Китае, вы можете сказать такой тост. В начале сотрудничества или в середине его необработанный нефрит не блестит. То есть отношения компаний, когда только завязываются, они еще находятся на самом низком уровне. Поэтому если вы скажете это как тост, ваш переводчик скажет это. Или вы сами, если владеете китайским языком, визави ваши, люди, которые будут сидеть за столом, они это оценят. Это очень хорошие и важные для китайцев слова. Нефритовые буддийские вот эти обереги. Очень серьезная такая тема. Вот такие вот толстенькие будды с животиками вешаются, например, в машину, чтобы китайцы не выплачивали свои там каско, да, якобы от аварий, от всяких несчастных случаев оберегает. Длинные продолговатые силуэты будды. Это мужское начало, придает силы, опять-таки связанные с даотскими практиками. Считается, что мужчина, который носит на себе нефрит, становится более мужественным, более успешным, более мудрым. И поэтому китайцы отдают этому большое предпочтение. Я летал недавно в Японию, и у меня на таможне китайские пограничники забрали вот такой мой крестик. У меня есть нефритовый крестик, два вида нефрита здесь. Здесь, значит, голубой топаз, обрамленный, гранит, камень. Они сказали, что это культурно-историческая ценность, а документов обратных у меня не было, поэтому мне пришлось его на границе отдать. Но когда я вернулся в Китай, мне его там же и вернули. Сегодня наш репортаж носил исторически-иронический оттенок, но на самом деле это очень серьезная бизнес-тема. Если у кого-то возникнут какие-то идеи, может быть, сделать интернет-магазин или заняться вот таким нефритовым бизнесом, почему бы и нет? Приезжайте на самый крупный в мире нефритовый рынок в Гуанчжоу. Здесь найдете все и даже то, чего нет. Смотрите нас, смотрите наши репортажи. Привет вам из Гуанчжоу. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин